Фразы его героев становились крылатыми, и страна смеялась до слёз. Извините, я думал, что я один. Я сейчас там так хохотался. Хоронили фрунзиком Грчана 31 декабря 1993 года. И из его родного города Гюмри люди добирались в Ереван за 130 километров. Кто на перекладных, кто пешком. Бензина, чтобы доехать, у многих в Армении в то время не было. Влюблённый в него армянский народ был готов там сто чем-то километров пройти для того, чтобы только положить руку на гроб и повращаться с ним. Это был самый печальный Новый год в истории Армении. В этот день люди не встречали Новый год, не связывали свои какие-то надежды с будущим. За год до смерти фрунзик Макарчан рассказал своей дочери Ноне, что отчётливо видит всю будущую траурную церемонию. Когда мы с Ноне сидели среди близких в здании оперы, когда прощались с ним, то на наших глазах сбывалось всё, что он предсказывал. Мы хватались за руки и не могли поверить, что всё именно так, как он говорил. Актёр знал, где пройдёт гражданская панихида, что его потом будут долго нести по центру Еревана, что соберутся тысячи людей. И в день прощания с ним в столице Армении будет свет. Жизнь зимой 93-го была просто страшная. В отколовшейся от Советского Союза Армении была настоящая разруха. Он предвидел, что в честь него всему Еревану дадут свет. Представляете? 31-е число мы встретили со Светом. На Новый год у нас у всех был свет. Смерть актёра стала трагедией для всей Армении. Но этому факту никто не удивился. Жить Макарчан не хотел и, по сути, себя уничтожил. Исчез тот дух, который его поддерживал. Исчез стержень, который в нём был. Вы знаете что? Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Главную роль в своей судьбе он сыграл в 77-м году в фильме «Георгия Данелии». И в это трудно поверить. Но Макарчан её мог не получить. Режиссёр раздумывал. Может, с ней лучше справится Евгений Леонов? Данелия придумала бы играть вечную дружбу, вражду между грузинами и армянами. И пара получилась что надо. Красавец-лётчик Кикабидзе и забавный шофёр-армянин Макарчан. Советские зрители воспринимали Фрунзика как вечный праздник. Хотя на самом деле жизнь актёра была очень и очень невесёлой. Родители Фрунзика чудом уцелели, спасаясь от турецкого геноцида армян. Отец и мать были беженцами, причём в пятилетнем возрасте. Их подобрали по дороге и привезли в приют. У них было четверо детей. Старшего из сыновей, родившегося 4 июля 1930 года, назвали, как тогда было модно, Фрунзе в честь популярного военачальника. Но все его звали Фрунзик. Сегодня в скромно обставленной комнате в бывшей коммуналке сделали музей. Они ютились в маленькой коморке все, четверо детей, мать и отец. Дальше, значит, готовили на одном примусе всё, и еду, и кипятили бельё, и всё. Родители Фрунзика работали в Ленинакане, на текстильном комбинате. Мать посудомойкой в столовой, отец табельщиком. Получали копейки. После смены отец, как и другие рабочие, наматывал на ноги несколько метров только что изготовленной бязи и выносил через проходную, чтобы продать и прокормить семью. Но однажды попался. За это его осудили на 7 лет и выслали в Сибирь. И представьте, содержать 4 детей должна была одна мать. Санам работала с утра до ночи. Дети росли на улице и ели один раз в день. Немного картошки, немного хлеба. Фрунзик с 15 лет подрабатывал помощником киномеханика и старался матери помочь. И он один умел её рассмешить, когда женщине хотелось плакать. В детстве его дразнили. Хотя, казалось бы, в Армении, вообще-то у нас это у всех достаточно большое. Но у него был самый большой нос во дворе. Этот нос сделает его потом звездой. Незабываемый фирменный профиль Макарчана станет настоящей фишкой. Таких актёров запоминают сразу. В какой-то момент он понял, что этот нос – это его достоинство. Совсем как у Серано-Дубер-Жирака. В фильме «Суета-сует» режиссёр Алла Сурикова его внешность обыграет потом в отдельной сцене. У тебя же гордый профиль. Профиль я себе не вижу. А может, он гордый? Я думаю, что этот нос, ну, как знак качества на его лице. Но от сверстников ему доставалось в юности часто. Они над ним откровенно издевались. До той поры, как он стал звездой драм-кружка и снискал свои первые аплодисменты. В 20 лет его приняли в Ереванский театр имени Сандукяна. А в 23 – сразу на второй курс театрального института. Его талант был признан уникальным. Как будто бы сразу пришёл мальчик, и всё увидели этот ярчайший талант и раступились. У молодого Мкрчана голова закружилась от успехов. Небольшие, но яркие эпизоды в картинах, снятых на армянфильме. Талант – это не объяснить, почему. Вот есть он и всё. А потом он познакомился с режиссёром Роланом Быковым. При рассказе о подобных встречах использует штамп «Судьбоносное». Быков увидел Фрунзика в одном из спектаклей в Ереване. Был поражён, позвал в ресторан, гульнули на всю катушку. Пели, говорили красивые тосты. И бесплатно накрыли стол. И мало того, приехали музыканты специально. И для Ролана Быкова и Мактричана они выступали и пели песни. И вот тогда Быков пригласил его в свой фильм «Айболит 66». Доктор, не трогай, не трогай! За борт! Как это? Быков понимал, Мактричан способен на большее. И посоветовал его Георгию Данелии. Но предупредил – актёр выпивает. Он и сам в то время не знал в этом меры. Но до Мактричана ему было далеко. Горгию Данелий! Горгию Данелий! Горгию Данелий! Данелий снял Мактричана в фильмах «33» и «Не горюй». По всему Советскому Союзу пошли гулять цитаты. А хочешь конфетку, да? Конечно! У Мактричана оказался редкий дар. Он умел играть трагикомедию. Зритель веселится, а потом ему становится грустно. Видишь, как легко подняться по ревну. Видишь? Видишь? Совсем легко. Скотина! Ереван, 31 декабря 1993 года. На прощании с Фрунзиком Мактричаном было много женщин, но не было той, которая была любовью и главной болью всей его жизни. Хотя она была жива. Данаре тогда было всего 52 года. Но она уже давно не видела мужа. А если б увидела, не узнала и не поняла, кто этот мужчина. Вроде бы физическая оболочка, тело, да, оно здесь, а личности нет. То есть то, что присутствует, это, ну, так, если говорить, какой-то кадавр, получается, то есть живой труп. Данара тоже была актрисой. Она снялась вместе с Мактричаном в кавказской пленнице. Кто жених? У нас иногда узнают об этом только на свадьбе. И такое впечатление, что она там сыграла какую-то самую себя. То есть у нее такие глаза, какие-то опустошенные, печальные. Чтобы не оставлять ее одну, когда Фрунзик уезжал на съемки, он уговорил Гайдая взять ее вот на эту роль, придумать для нее эту роль, чтобы она была женой вот его персонажа. Это был уже второй брак Мактричана. Первый раз он женился, когда был студентом, но семьи не вышло. Разбежались быстро. Данара была его землячкой. Он помог красавице поступить в Ереванский театральный институт. Она была статная, у нее были такие крупные губы, большие глаза. Она была такая очень яркая. Фрунзик всегда мечтал о большой и крепкой семье, где всегда накрыт стол, всегда рады гостям. И красивая жена, которая, в отличие от героини Елены Тропека, прекрасная хозяйка. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Этот персонаж узнаваем. Вы представляете, такой армянский мужчина, который привык кушать армянские блюда. Очень много таких гурманов. Несколько лет они с Данарой выглядели со стороны счастливой пары. Родилась сначала дочь Нуне, потом сын Вазген. Фрунзик работал в Ереванском театре и часто уезжал на съемки кинофильмов. За короткое время он стал знаменитым артистом и национальным героем. Армения его обожала. В семье был достаток. Он любил работу, он был трудоголиком, ему нравилось сниматься, ему нравилась роль, он был самоотверженным. Вот захотелось режиссеру, извините мне, чтобы со второго этажа ему на голову упал портфель. Не всякий артист захочет, чтобы ему на голову падал портфель. А Фрунзик к этому отнесся легко, спокойно и с удовольствием. Ловите! Ой! Простите, пожалуйста. Ничего, ну, ладно, пока. Данара сначала ездила с детьми на руках за Фрунзиком в Москву. И ее хорошо знали коллеги артиста. Она ходила по магазинам в Москве и все покупала. Поэтому весь номер был заставлен коробками. Это тетя Мария, это тетя Сария, это там племяннику, это племянница. Данара была ревнивой женщиной и страшно боялась, что мужа уведут. Успех у женщин Макарчан имел феноменальный. Несмотря на его нос, он из своего носа сделал даже какую-то, может быть, сексуальную штуку. И женщины, конечно, на него обращали внимание. Во время съемок фильма «Мимино» Фрунзик, как и его герой, жил в одном номере с вахтангом Кикабидзе. И Буба очень сочувствовал своему партнеру. Они жили в гостинице «Россия», то она просто изводила его телефонными звонками. И он на каждом шагу тоже ей отчитывался. Потому что вот просто невозможная была все время ревность и контроль, и все такое. Донара служила в одном театре с мужем, но роли ей давали второстепенные и очень редко. В основном она сидела дома, и супруги часто ссорились. И с каждым годом эти скандалы становились все страшнее. Я много с ней общался, она вела себя так, что ни один нормальный мужчина не выдержал бы. А Фрунзик все переносил. Ереван, 28 декабря 1993 года. Когда тело Фрунзика Макарчана увезли из его квартиры, к нему зашли соседи. Все выглядело, как обычно, печально. Неуютно, давно не было уборки. И одна деталь врезалась в память навсегда. Я зашла к нему и увидела такую картину. Бутылка водки горлышком вниз была вставлена в ботинок. Это было очень странно, что-то вроде знака, будто он предвидел, что с бутылкой водки придет его смерть. Фрунзик Макарчан прожил совсем мало, 63 года. Для Армении, занимавшей первое место в СНГ по продолжительности жизни, это не возраст. И посмертное заключение для этой Кавказской республики, где люди очень любят вино и застолья, тоже большая редкость. Ведь там выпивают с детства, но редко кто спивается. Он был глубоко тяжелым запущенным алкоголиком. Любил выпить, это мы с вами. А Фрунзик – это другая история, это болезнь. Когда заплаканные люди шли за гробом актера, никто из них не понимал, что погубила его в том числе неуемная любовь земляков и страстная любовь на Кавказе к застольям. Потому что каждый желал его, в общем-то, угостить, выпить. Он не мог отказывать. У Фрунзика Макарчана было два имени. По паспорту он был Фрунзе. Но земляки называли своего кумира Мгер, что по-армянски означает «солнце». Он был воплощением Армении. Он был ее лицом, он был ее душой. Если Фрунзик ехал из Еревана на свою родину в Гюмри, вместо трех-четырех часов дорога занимала несколько дней. Земляки ему не давали прохода. Просили автографы, обнимали и целовали, как очень близкого человека. Их просто переполняло счастье. Фрунзик, бары, цаватарым, как дела? И он так же спокойно отвечал. В нем не было вот этого пафоса. Простите, кто вы, я вас не знаю. И всем, конечно, хотелось усадить его за стол. Налить вина или чего покрепче. Сказать красивый тост и выпить вместе с кумиром. Несмотря на специфическую внешность, его обожали женщины. Скупали его фото в киосках, вырезали из журнала. И каждый второй таксист в Армении прикреплял его портрет в салоне автомобиля. И его боготворили в соседних республиках Кавказа. В Грузии нас остановило ГАИ. И когда рядом со мной увидели Мгера Макарчана, они пришли в восторг. Инспектор меня спросил, слушай, ты его трогал? Вот таким он был. Такой популярностью он пользовался. Съемки сцены в суде в фильме «Мимино» растянулись на три дня. Потому что люди, которые в зале суда сидели, они просто хохотали от шуток Макарчана. И там идет полная импровизация. Все эти сцены, диалоги – это его. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Перед съемками сцены в ресторане Макарчан решил доказать, что армяне танцуют совсем не хуже грузин. И несколько раз продемонстрировал режиссеру, как ловко он садится на шпагат и поднимает с пола зубами букет. В результате Макарчан сесть на шпагат не смог. И заметно, что снимался он нетрезвым. Данелия его отозвала и сказала, ты пьяный. Это видно на пленке. Это все бывает видно. Поэтому я тебе приказываю. Вот у тебя договор на 12 дней. И чтобы 12 дней ты не брал в рот ни одной капли. Данелия, как никто другой, понимал пьющих личностей. Он и сам любил шумные кампании и обильные возлияния. Но во время съемок своих картин не прощал этой слабости никому из группы. И Макарчан был вынужден ему подчиниться. После последнего кадра он сказал «свобода» и просто ушел в длительный запой. За роль в фильме «Мимино» Макарчан был удостоен государственной премии СССР. И на награждение в Кремль его пропустили без паспорта. Документ заменил знаменитый нос актера. Он однажды сказал, что не нужен ни паспорт, ни деньги. Я куда не приду, все меня узнают, кормят, поят и так далее. Сценарист Эмиль Брагинский отговаривал Аллу Сурикову брать на главную роль в фильме «Суета-сует» пьющего армянина с чудовищным акцентом. И он не мог произнести его фамилию, пять согласных подряд, Макр-ты-чу-ян. Он потом увидел пробы и влюбился в него, и специально для него написал такой текст. Сколько лет живешь в Москве? Не научился правильно говорить. Эх ты. Русский язык такой богатый. А я человек бедный. Макр-чан сыграл в этом фильме прекрасно. Но съемочный процесс был непростым. Время от времени он напивался. На следующий день страшно потел, забывал слова. Мог и вовсе не выйти на съемки. Ну, благо, что тогда нормы выработки были другие. И если я видела, что Фрунзик не очень в форме, я могла порепетировать и не снимать, дождавшись следующего дня. Время от времени друзья пытались вытащить Фрунзика из алкогольной трясины. Он не сопротивлялся и покорно сдавался в больницу, как сказали бы сегодня, для просушки. Доходило до того, что я его лично отвозил в специальную наркологическую комиссию. Он заходил потом в пустую палату больницы, где ничего не было, кроме кровати. Ложился на эту кровать и приходил в себя. Там он оставался дней 20. Полностью отходил от пьянства и снова начинал работать. И так каждый раз. Работа. Почти все актеры складывают личные переживания и наблюдения в некую копилку, чтобы потом достать из нее нужную реакцию во время спектакля или съемок. У героя Макрчана в этом фильме после крупного выигрыша в лотерею, как говорится, поехала крыша. И он прекрасно знал, что это такое. Безусловно, это очень тяжело. Пожалуй, это тяжелее, чем что бы то ни было. Если сравнивать с другими болезнями, наверное, сложно представить более тяжелый вариант. Советские зрители запомнили каждого артиста в кавказской пленнице. И в том числе жену Макрчана. Ничего у тебя не видит. Укрась такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. Но больше Донара в кино ничего не сыграло и перестало выходить на сцену театра. Совсем забросило детей. Ей было безразлично, что делают ее сын и дочь. Есть ли у них еда? Что происходит в школе? Вернувшийся с работы домой Макрчан видел разруху, грязные, голодные дети, разбросанные вещи и сидящая в углу со стеклянным взглядом жена, которая все чаще становилась агрессивной. Ненависть к родным, близким. Абсолютно либо вообще абсолютно никак не аргументируемая, либо аргументируемая какими-то бредовыми мотивами. Сначала Донару лечили в Армении. Потом Макрчан собрал все деньги и отвез ее во Францию. Там условия были гораздо лучше, чем в советских психушках. Но европейские врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Она никогда не сможет вернуться к нормальной жизни. Поставили такой неутешительный диагноз, что она больна шизофренией, да, причем какой-то очень такой достаточно, такой сложно излечимый стадий уже, к сожалению. Донара вернулась в Армению, и ее поместили в психиатрическую лечебницу. А Фрунзик фактически остался вдовцом при живой жене, отцом-одиночкой. Когда узнали, что такое, в общем-то, несчастье в судьбе Фрунзика, и многие ее такие нервные и так далее начали, выходки начали, тогда получили объяснение, что это было не в силу вредности ее характера, а в силу болезни. Режиссер Алла Сурикова знала о семейных проблемах актера. И, конечно, замечала, как загораются глаза Макарчана, когда он оказывается в кадре рядом с Галиной Польских. Я думаю, что он интуитивно искал кого-то, кто бы составил ему, может быть, его семейное счастье. Актриса была страшно смешлива. А Макарчан играл так, что вся съемочная группа вслед за Польских хохотала до слез. Эпизод, в котором бывшие супруги, чтобы произвести хорошее впечатление на родителей жениха, вынуждены спать в одной постели, переснимали 13 раз. Польских все время смеялось. Значит, стучат родители жениха, и из-под одеяла вылезает Фрунзик. И долго сначала лезет его в нос, потом появляется он сам. И Галя колется. Такая добрая, веселая и заботливая женщина, конечно, могла бы стать его спасением. Но Польских была замужем и не ответила на чувства Макарчана. Популярность Макарчана росла. Его фото дважды было на обложке советского экрана. Дети очень папой гордились. Но в конце 70-х актер стал замечать в поведении сына странные вещи. Возген все чаще выпадал из реальности. Становился как будто глухим и совершенно чужим человеком. И когда Фрунзик отправился с Возгеном к врачу, то сказали, что тоже шизофренирует. Сначала Фрунзик верил в то, что врачи помогут. И Возген не повторит судьбу сумасшедшей матери, давно запертой в психушке. Время от времени актер помещал своего сына в интернат, где удавалось немного подкрутить психическое состояние ребенка. И когда Фрунзик бежал по улице, торопясь к сыну, все шептались. Вон идет наш Фрунзик несчастный. Его сын в интернате. У него сын болен. Памятник Макарчану в его родном городе Гюмри. Он сидит рядом с двумя масками. Трагической и комической. Когда началась перестройка на Армен, в фильме снимали по две-три картины в год. И Фрунзику Макарчану ролей в них не предлагали. Они отняли его любимую профессию, потому что кино не было, театра практически не было. Он сыграл в театре одну из своих лучших ролей в пьесе «Горького на дне». Но больше играть было нечего. Для артиста это равносильно смерти. Для настоящего артиста. Он как скрипка, которую всегда нужно держать в напряжении. Только некому было играть на этой скрипке. 35 лет Макарчан проработал в Ереванском театре имени Сандукяна. Он стал для него родным. Актер надеялся вдохнуть в него новую жизнь. Но и это не вышло. Он хотел бы быть художественным руководителем театра, но не сбылось. Решили иначе. Удруг был другой. Фрунзик ушел из театра. Макарчан создал собственный театр. И держался из последних сил. Я давно не выступал по телевизору. И мечтал создать вот этот театр. Потому что в течение 15-20 лет я заметил, что актерское искусство, где-то засорение. Не было отопления, не было света. Спектакли давались редко. Он пил огромными дозами водку ужасного качества каждый день без закуски. И у актера случилось пропадение язвы желудка. Фрунзику сделали операцию. Он был на волосок от смерти. Я умер по почти клинической смерти я видел. Видел этот серебряный небо. Не небо, а просто мир я видел. И который очень красивый был. И он очень жалел, что ему почему-то не дали уйти из этого мира. Туда, где красиво, спокойно и нет проблем. И рассказывал об этой загробной жизни. Я подходил к концу тоннеля. Я увидел золотой город. Шел там в свете. Огромный. И вдруг какая-то рука меня остановила. Сказала, ты лети обратно. Не твое время. Фильмы, в которых он снимался в то время, на всю страну не гремели. Роли этим Карчану не нравились. Было видно, что он бесконечно устал, нездоров и несчастен. Я вот тут приехал, комод привез. Совсем с ним не звезся. Куда его девать? Последние его роли в театральных постановках сняты на пленку не были. Всем уже было все равно. Не было денег. Мне так жаль, что последний его спектакль, который он сыграл в гюмри «Песня лебедя», к сожалению, не был снят. Такого спектакля у него не было никогда. Когда мы ушли за кулисы, его рубашку можно было выжимать. До такой степени она была мокрая. Он себя очень плохо чувствовал. У Макарчана часто болело сердце. Разрушилась печень. Иногда казалось, что сейчас он просто упадет. И больше не встанет. Его увезли во Францию. И там какие-то препараты, которые могут помочь ему с лечением печени. Но, к сожалению, вот это не помогло. Это не помогло. В конце 80-х Фрунзик неожиданно для всех женился на Тамаре Аганесян. Дочери руководителя Союза писателей Армении. И надеялся, что наконец-то у него будет нормальный дом. Чистый, уютный, с милой хозяйкой. Он очень устал быть один. И добился заочного развода с женой, которая лежала в психиатрической больнице. Какой вариант? 20 лет он должен был как привязанный сидеть с этим человеком? Тамара была почти вдвое младше. И многие видели в этом браке расчет. Макарчан был знаменит, хорошо зарабатывал. А она была светской львицей. Смогла его женить на себе, если можно так выразиться. Она добилась. Он только что получил высокое звание народного артиста СССР. Его ценили. Приготовились, снимаем. Тонный взгляд. Тонный какой? Это? Вот так? Нет. А, вот так. Это Валентино. Взгляд ниже. Вот так. Голову сзади. Вот так. О, хорошо. Макарчан стал героем мультфильма по армянской притче о поиске, как говорится, самого крутого из крутых. Я встану только перед тем, кто выше меня. Для молодой жены актер постарался. Макарчан получил от властей четырехкомнатную квартиру в центре Еревана. Она привыкла к достаточно беззаботной и обеспеченной жизни. Видимо, считала, что брак со звездой экрана очень хороший будет и престижный. Но против этого брака была дочь актера Нуне, которая сказала, что при живой маме жениться нельзя. Тамара об этом знала. И между молодыми женщинами часто случались конфликты. Мачеха была немногим старше дочери Макарчана. Мудрости ей явно не хватало. Тамара не очень понимала, что ее ждет. Уже немолодой и подверженный алкоголю стареющий актер. Плюс к тому, у него больной ребенок. Тамара не хотела возиться с запущенным бытом. Больной Вазген ее страшно раздражал. Все это было слишком нервно. Ну и потом, естественно, пошли скандалы. Брак с Тамарой продлился всего лишь год. Макарчан оставил ей шикарную жилплощадь в престижном доме. И переехал с сыном в крошечную однокомнатную квартиру. Смыслом жизни был Вазген. Он очень гордился сыном, потому что он очень неплохо рисовал сына. И он мне все время переносил, показывал, ты смотри, как он рисует. Он лучше меня рисует. В музее актера сохранился портрет отца, который нарисовал Вазген. Фрунзик верил в то, что его мальчика ждет большое будущее. Вазген смог передать, какая душевная боль переполняет папу. Самый лучший портрет Нгера Макарчана – это именно рисунок сына. За этот портрет предлагали 60 тысяч долларов. В декабре 88-го Макарчан пережил еще один удар. И близкие думали, что актер сойдет с ума. В Армении произошло чудовищное землетрясение. 25 тысяч человек погибло. Полмиллиона людей остались без крова. Очень многие погибли, его коллеги, его близкие. Землетрясение он переживал очень тяжело. Он заперся, несколько дней вообще не выходил после этого из дома. Полностью был разрушен город Спитак. А Гюмри – бывший ленинакан родины Макарчана на 80%. И до конца своих дней актер так и не смог оправиться от этого шока. Ереван, 31 декабря 1993 года. Этот день выдался пасмурным и промозглым. И на сердце у всех, кто провожал в последний путь Фрунзика Макарчана, была полнейшая тьма. Он был настолько областен любовью народа, что, когда он ушел, это была трагедия всеармянского такого масштаба. Макарчан был абсолютной звездой Армении. Но бедность тогда в стране была ужасная. Деньги на похороны собрали жители Еревана. Кто сколько мог скидывались. У государства особо денег не было. Они были заняты войной. Проститься с ним хотели бы многие люди, которые его любили и уважали за безмерный талант. И знаменитые, и никому неизвестные. Но не вышло. Нет прямого сообщения между Ереваном и Москвой. Здесь, в России и в Советском Союзе бывшем остались миллионы его почитателей. В последние годы жизни Макарчан очень тяжело переживал все перемены в Армении. Он хотел бы жить в Советском Союзе, когда все было просто, мирно и понятно. Новые порядки ему не нравились. В Ереване это все было мутно, некрасиво, потому что началась приватизация, разворовывание народного добра. Никогда так тяжело не жилось в Армении. Не было ни света, ни тепла. Не было даже бензина. Это был мертвый город. Люди вырубили леса с холмов, деревья в парках и скверах, топили дровами печи, готовили на керосинках, грели кофе на свечках. Армения – континентальная страна. Тут морозы минус 40, летом плюс 40, а канализации нет. Понимаете, вы не можете пользоваться туалетом. Не потому, что нет воды, а потому, что все канализационные трубы давно замерли, промерзли. Были введены хлебные карточки, 200 граммов на человека. Не было работы, денег, продуктов и, главное, надежды. В каждой семье считали копейки, было пролито много крови. Состояние армянского социума, состояние армянского сознания, состояние всей армянской ментальности. И вообще состояние Армении как таковой после войны в Карабахе и после распада Советского Союза было ужасающе. Кино больше не снимали. Спектакли случались раз в 3-4 месяца. Макарчан почти не выходил из своей квартиры. Рухнуло все. Семья, искусство, родина. Фрунзик остался только один. Один на один с водкой. И начал петь. Пить, пить, пить. В популярной армянской комедии о том, как богатый купец пытается сбыть приезжему из Петербурга, засидевшуюся в невестах дурнушку дочь, Макарчан играл такую драму отца, что разрывалось сердце. Париж, ноябрь 1993 года. Фрунзик во второй раз привез сына на консультацию в Европу. И вердикт врачей был беспощадным. Для безопасности Вазгена нужно положить в психиатрическую больницу под постоянный присмотр врачей. Он повторил судьбу своей несчастной мамы. Макарчан был раздавлен. Когда они окончательно подтвердили диагноз, это очень сильно сломало. Потому что до этого у него была надежда, что все-таки вот мальчика он вытащит. По возвращении в Ереван Фрунзик перестал есть, спать. Из дома выходил теперь только за алкоголем. Душа разрывалась от боли. Он понял, что сын обречен. И нужно принимать решение с ним расставаться. Старшая дочь Фрунзика Нуне сбежала от разрухи в Аргентину. Вышла замуж за иностранца. Актера раздавило одиночество. Ереван, 29 декабря 1993 года. В тот день Макарчан долго, молча сидел за столом. Перед ним, как это часто бывало, была бутылка водки. И неожиданно актер уронил голову. Представьте, кухня, небольшой столик, холодильник. И он сидит на стуле, уронив голову на стол. Возген попытался перетащить отца на диван. Но сил у него не хватило. Позвал соседей. Они вызвали скорую. Мы, конечно, оказали возможную помощь, но скорая прибыла с большим опозданием. Врачи попытались спасти актера. Пустили по сердцу электрический разряд. Фрунзик ненадолго открыл глаза, но тут же потерял сознание вновь. Через минуту его не стало. Вскоре приехал брат актера Альберт. И когда Альберт приехал к нему, то возле уже неживого Фрунзика сидел Возген. Но, по-моему, он уже не понимал, что произошло. Беспомощный Возген остался один. То, что на его глазах умер самый близкий ему человек, нанесло его больной психике страшный удар. Он чуть не погиб. После отца Возген поджег дом. Потом его поместили в клинику. Возген умрет в 2003 году от цирроза печени. А дочери актера не станет через пять лет после похорон отца. У нее был рак. Она надеялась выжить. И очень удачно прошла операция, и все было хорошо. И она с мужем сидела в больничной палате, и вдруг оторвался тромб. И все кончено. Ереван, 30 декабря 1993 года. Похороны актера организовали друзья, многие из которых когда-то бросили с ним общаться из-за того, что он пил без меры и был в последние годы человеком мрачным и неприятным. Мне кажется, его уход был предначертан каким-то космосом. Потому что вот этот его уход, охранили его в Новый год, 31 декабря, он как-то сплотил всю нацию. Как это не звучит трагично, но это правда. Власти хотели назначить похороны Макарчана на 2 января, чтобы не портить людям праздник. Но жители Армении ясно дали понять, хоронить любимого человека нужно, как положено, на третий день. То есть 31 декабря. В этот день, в новогоднюю ночь, все армяне пили за упокой души великого актера. Он играл гениально на театральной сцене. Но это видели только армяне. А вся страна обожала его затрогательные роли в кинокомедиях, от которых всегда на душе становится легче. Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды счастливой семейной жизнью. И вот эти фразы все время, они вспоминаются. Он живой вот в этих фразах и будет жить, покуда живы эти фильмы. И пока, покуда народ их смотрит и любит. Похоронили национального героя Армении в пантеоне парка имени знаменитого композитора Камитаса. Это армянское новодевичье, где упокоились лучшие люди республики. Главные герои Армении. Рядом поэты, рядом великие какие-то политические деятели, полководцы. И там же могила Фрунзика. Что могло удержать его на этом свете? Когда он потерял любимую жену. Потом нашел ей неудачную замену. Потом потерял любимое дело. Потом страну. А потом ему сказали, что нельзя спасти и сына. И когда впереди чернота, темень, ему становится... Мне кажется, что он сам как будто бы торопил. Свою смерть он хотел уйти. Из этого мира ему было тяжело. Редактор субтитров А.Семкин